Радио 54 На побережье китайцы не такие, как у нас возле оперного театра. Там абсолютно свободная какая-то такая речь. Очень хорошо и расслабленно себя чувствуешь. И даже не возникает желания разговаривать импульсивно, вот даже как я сейчас здесь. Такого нет. Ты все время в покое. Все время в покое. Но, тем не менее, когда ставят иголки, ты слышишь эти разговоры постоянно бегающих китайцев по клинике. Тем не менее, отключает тебя. Вот я не знаю, как это работает. Еще такой может ток-разряд быть. То есть по всему телу. И тебе хорошо. Вот от этих иголочек. Говорят, они как-то там энергию стабилизируют, гармонизируют. Ну, видимо, все получилось, судя по вашему настроению. Мы отправляли фотографии. Мама все время спрашивала, а где люди? Почему нет людей? Ну, у нас на самом деле было ощущение, что мы где-то в деревне. Не было такого потока, скопления. Даже если они появляются, вы представляете, мимо проезжает тебя электромопед, который беззвучен. Он проезжает, и ты его практически не заметил. Также там электрокары передвигаются. А еще мы отдыхали на пляже, слышали там китайская музыка. Мы думали, вот, вот мы хотим 14 дней слушать этот релакс, эти китайские напевы. Но каждые 5 минут там начинала появляться какая-то русская речь, очень странная, где говорилось в конце «Спасибо за работу, сотрудничество». Мы долго не могли понять, что это значит. Но, видимо, какой-то такой очень приблизительный перевод на русский язык. Ну, было забавно. Спасибо, что вы с нами приехали. Спасибо вам за сотрудничество. И мы очень хотим, да, говорить на вашем языке. Вы знаете, сервис там слабенький, мягко говоря, да? Ну, мы поняли, что там нужно жить либо в 7 звездах, чтобы было шикарно, хорошо. Это вот, например, отель такой «Дома-деревья». Вот у них как раз 7 звезд, и там, конечно, все на высшем уровне. Ну, туда можно отправиться, например, в ресторан вечером, ну, так, на экскурсию, если нет возможности жить. Вот, мы жили в таком среднем отеле, в принципе, нас все устроило, потому что мы там появлялись только ночью и просыпались утром. Вот, но для особо требовательных туристов я бы, наверное, предложила что-то поискать еще поподробнее, потому что для китайцев все-таки, ну, вот он протер тряпочкой, даже смахнул, и уже хорошо. То есть надо все делать быстро, главное время, а не качество. То есть такое есть. Они быстро не делают, они медитируют, когда протирают, так, стряхивают тряпочкой. Я хотела бы отметить, что китайцы, так же, как и турки, хотят все тебе продать, все и сразу. Но, в отличие от турков, если у турков, у них такие глаза горячие, жгучие, и ты уже сразу видишь, что тебя обманывают, то у китайцев очень открытый взгляд и простодушный. Вот, они как ни в чем не бывало, тебе говорят, мы говорим, извините, у нас сейчас выселение, мы к вам попозже придем за товаром. Они говорят, нет, вы, то есть, не хотите сейчас, а может быть, сейчас? То есть они четко живут по правилу, что сделка должна совершаться здесь и сейчас. Что ели? Ели мы морепродукты. Мы прям вот решили сделать акцент такой, не хотели никакой русской кухни, но нас хватило ненадолго. Потому что соус обычно либо очень соленый, либо очень сладкий. Я выбирала сладкий, Дима говорил, что он уже не может этот сладкий соус есть, вот, а соленый как-то мне был не по душе. Но, вы знаете, очень вкусно, но в среднем, чек такой получается в Дадунхай, мы ели примерно на 850 рублей, тысячу, там, в зависимости от того, что выберете. Это огромная тарелка риса, например, с овощами и креветки, которые мы очень любили, но которые нужно чистить, конечно же, руками. И, вот, а так как креветки тоже в каком-то там соусе, то это, в общем-то, все жирненько. Ну, в общем, я от этого быстро устала. Дима до последнего боролся, он хотел наесться этой кухни азиатской. Ну, и, в общем-то, мы заказывали еще сок маракуйи, это вообще вкуснота, мы заказывали его каждый день. Он стоил 15 юаней, что на наши денежки 150 рублей. Стаканчик? Да, ну, большой, там все порции, вот, одну тарелку приносят и на двоих. Один стакан приносят и на двоих. Побывали, опять же, в два раза дешевле в этом парке Наньшань, где стоит их прекрасная богиня-милосердие Гуанинь, в которой все китайцы ездят поклоняться, просить защиты и прочее. Говорят, что когда китайцы построили эту статую, действительно, она отгоняла все штормы, и, в общем, было тихо, гладко, и можешь просить вот об этом милосердии для себя, для своей семьи. Ну, это не единственная, хотя главная, наверное, достопримечательность. Да, но она 108 метров, 140 килограмм золота в ней. Да уж, в книге рекордов Гиннеса. Да, 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 она огромная, ее даже видно с самолета, когда летишь, видно. Где еще были? А где еще были? Мы были в романтическом парке. Это тоже удивительное место, там было шоу. Вы знаете, мы много всего повидали с Димой, мы были удивлены, потому что под нами двигались кресла, сцена постоянно как-то монтировалась, то вода была на сцене, потом это все закрывалось, из середины зала вдруг вырастали эти девушки прекрасные с перьями, в виде хвостов сзади. Вот, сверху плыли девушки, тоже над нами проплывали, корабль спускался. Ну, в общем, они нас так приятно удивили с технической стороны. А еще были альпинисты, которые по стенам бегали. Вот, ну, это такое было шоу, ну, романтик шоу, вот оно прям приятное, там лепестки розно насыпались. То есть ни секунды, ни секунды ты не был отвлечен, но при этом всем, друзья мои, это удивительно, конечно. Все китайцы это все дело снимали бесконечно. То есть не так, чтобы снять в сторис и выложить в инстаграм, а бесконечная съемка. И мне всегда интересно было, куда они потом это отправляют. То есть китайцы туристы? Не знаю, но... Но все китайцы все снимают в реальном времени. Может, они транслируют это все? Когда мы приехали туда, я подумала, боже, какая политика страны. Заблокированы инстаграм, ватсап. Думаю, наверное, для того, чтобы люди были сосредоточены на деле. Но не тут-то было, у них есть свои. Ватсапы, инстаграмы. И вот, видимо, туда они все это и выкладывают, ну, в полном объеме, чтобы уж наверняка. Радио 54 Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.